Сегодня я собираюсь поговорить о спасении, я собираюсь поговорить о том, что людям нужно делать, чтобы спастись. Если люди спрашивают вас, что мне делать, чтобы спастись, что вы тогда отвечаете? Многие сегодня ответят, эй, ты должен помолиться молитвой грешника, попросить Иисуса войти в твое сердце. Но это не то, что мы видим в Библии. Пётр в Пятидесятницу не встал и не сказал, склоните голову и попросите Иисуса прийти в ваше сердце, помолившись со мной этой молитвой. Нет, он говорил о чём-то ещё, он говорил о покаянии перед Богом, он говорил о крещении в Иисуса Христа, и он говорил о получении Святого Духа, потому что нам нужно всё Божество, нам нужен Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух. Итак, вот что мы видим здесь. Покаяние перед Богом, крещение в Иисуса Христа и крещение Святым Духом. Я так стремлюсь поделиться этим уроком с вами. Я так взволнован этим уроком, и я верю, это спровоцирует вас. Но это освободит так много людей. Итак, слушайте этот урок, и моя жена в конце собирается спеть песню. Да благословит вас Бог! Субтитры подогнал «Симон»! Добро пожаловать на этот урок. Я также желаю поделиться с вами этим уроком. Этот урок номер семь. Я верю, этот урок изменит всю вашу жизнь. Это изменит жизнь многих людей, это изменит церковь. Потому что сегодня я говорю об основании, я говорю о спасении. И это так важно. Я должен так много сказать, и я хочу начать, и моя жена собирается спеть песню в конце урока. Я лишь хочу сказать, что два урока назад, позапрошлые об исцелении и прошлые о стартовании, многие люди стартовали по всему миру. Я хочу поделиться несколькими свидетельствами об этом позже, потому что я хочу начать с этого учения. И поэтому я хочу поделиться небольшим свидетельством из Канады. Мы только что были в Канаде, я и моя жена, и это было удивительно. Бог делает великие вещи, Бог делает удивительные вещи. И мы были такие вау, шокированы, увидев, как работает Бог, как Бог Иисус строит свою церковь. И мы также встретились со многими людьми из библейской школы, которые приехали, которые хотели присоединиться к нам в эти дни. И это было так восхитительно, и для меня было так хорошо встретиться с ними и услышать их свидетельства, как они были благословлены через эту школу. Я могу сказать, что мы начали в Виктории, где мы были, и Бог делал много вещей, многие люди стартовали. И затем мы приехали в Нанайму, и это тоже было восхитительно. Бог делал удивительные вещи в Нанайму. Там было несколько человек из Ванкувера, которые посмотрели видео, и которые были там, в студенческом городке, делая там некоторую работу для Евангелия. И они посмотрели видео, они не молились за больных людей таким способом ранее, поэтому они хотели делать это как часть своей работы в студенческом городке. Поэтому они приехали, и это было так хорошо. Я ходил с ними в супермаркет, и Бог делал там удивительные вещи. Я видел молодого парня и девочку, которая меня тянула, и мы подошли к ним позднее, когда мы опять увидели их. И они оба исцелились, когда люди из студенческого городка помолились за них. И затем мальчик, он был так открыт для Бога. Поэтому я взял его наружу, помолился за него, и он просто встретил Бога, он пережил Бога. Он был вот такой. А, он открыл глаза, он был такой. Мы могли бы видеть, что он не знает, что делать с собой. И он ходил туда-сюда, и я спросил его, как ты? Я видел свет, я видел свет, сошедший на меня. И вы могли бы увидеть её в глазах, что он только что встретил Бога. Я сказал ему, мы должны идти и встретить других. Если ты хочешь большего, ты можешь прийти к нам через полчаса. И полчаса спустя он пришёл опять. Он пришёл, и он сказал, я новый. Я не знаю, я новый, я могу чувствовать, что я изменился внутри, я не могу выразить это в словах, но я новый. И затем мы вышли и помолились за него, и он крестился Святым Духом и начал говорить на языках. Он опять был такой, о, откуда это идёт? Это не я говорю, как? Потому что он был новичком в этом. Но мы видим, что Царство Божие растёт. И затем произошли многие вещи, мы пережили гонения, нас вышвырнули из этого места, и приехала полиция. Да, много чего произошло. Но опять, когда нас вышвырнули, некоторые люди, которые были с нами, они встретили Бога, когда их вышвыривали. И это нелегко объяснить, но вы читаете в Библии, что Пётр и Иоанн были гонимы, и другие люди, и им было запрещено говорить об Иисусе. Но после того, как они пережили это, они ощутили великую радость. И когда мы читаем это, если вы не переживали это, мы должны подумать, что когда нас гонят, мы должны быть грустными, не делать этого, что мы должны удалиться от всего этого и не желать делать это снова. Но это не так, потому что когда вас гонят, вы испытываете радость Иисуса. И там с нами была женщина, позднее она была в церкви, делилась свидетельством, и она сказала, сегодня я получила свою жизнь обратно, я как будто заново родилась, меня вышвырнули из супермаркета. И у меня это есть на видео, и вы должны увидеть наше видео из этого места. В Нанаима также была женщина, которая ходила с тростью восемь лет, она не могла ходить без боли и артрита в её теле. И её собирались оперировать через два дня, и она освободилась от демона одним вечером на собрании, и она была исцелена, и она могла ходить без трости. Через два дня она отменила свою операцию, и позднее она пришла на собрание и рассказала своё свидетельство. На следующее воскресенье, после того, как мы уехали, кто-то рассказал мне это. В воскресенье настало и рассказала своё свидетельство перед всей церковью. Сейчас они взяли её трость и повесили её перед сценой. Поэтому её трость висит там сейчас, как свидетельство для всех, что Иисус тот же и сегодня. И когда она встала и рассказала своё свидетельство, потом другая женщина встала и рассказала своё свидетельство. Вчера она просто помолилась за кого-то, кто исцелился, у кого было головокружение, и он исцелился. И впоследствии мы увидели, что тот, кто исцелился вчера, была матерью той, которая исцелилась с тростью. Итак, Бог исцелил семью так, что они не знали об этом, потому что они не говорили друг с другом. И я могу рассказать много свидетельств, что это просто продолжается. Потому что мы также поехали в Пауэлл Ревью, и это было удивительно, люди получили спасение и были крещены в воде и крещены Духом Святым. Я думаю, мы крестили в воде девять человек. И люди освободились от демонов, и люди действительно встретились там с Богом. Там был парень, который действительно встретился с Богом. Бог призвал его удивительным образом. И однажды на собрании была девушка, около 20 лет, которая родилась глухой, на дно уха. И этот парень подошёл ко мне и сказал, «Торбан, помолись за неё». Но я сказал, «Нет, ты помолись за неё». Потому что он только что встретил Бога по-новому. И он помолился за эту женщину, которая родилась глухой. Она никогда не слышала на дно уха. И Бог открыл её ухо, и впервые из жизни она могла слышать. И Бог делал удивительные вещи. И хорошая вещь в том, что это продолжалось. Вот, что мы видим. Это продолжилось после того, как мы побывали там. Лишь несколько часов назад один человек из Пауэлл Ривер написал на Facebook, Торбан, так много происходит. Второй и третий класс христианской школы в Пауэлл Ривер сегодня молились за кого-то, кто сломал ступню в двух местах, и он исцелился. Теперь это дети, потому что у нас было собрание в школе. И там были дети из школы, и они продолжили. Итак, сегодня дети из второго и третьего класса молились за кого-то, за одноклассника, который сломал ступню и который исцелился. Наша подруга, у которой есть дети, у которых пищевая аллергия, за которых ты молился, также исцелились. Она написала, что с ней были дети, и у них была пищевая аллергия. Они не могли есть это и это, и кажется, так было со всеми детьми. И они все исцелились. И она еще написала о том, что они только что молились за имевшую артрит в локте, и они молились за нее, и она также исцелилась. Боль ушла, и она двигала рукой, чего не могла делать много-много лет. Итак, Бог добр. И другой парень из Нанайма также пишет, что движение началось. Это просто продолжается, и многие вещи происходят. Хорошо, вы можете увидеть видео из этого места. Я сделал пять-шесть видео, и они выйдут в ближайшие дни. И некоторые из них сейчас уже выпущены. Поэтому пойдите, посмотрите видео из Канады, потому что это было так удивительно. И это начало движения, которое они начали после того, как мы уехали. И это то, что мне нравится. Это продолжается. Но я хочу с вами многим поделиться, поэтому я хочу отложить эти свидетельства из Канады. Идите и посмотрите это на наших сайтах, и я собираюсь поделиться несколькими свидетельствами с наших стартований. Но сейчас я хочу начать другим. Иисус приказал нам исцелять больных и проповедовать Евангелие. И мы поговорили об исцелении, и теперь мы поговорим о Евангелии. Мы поговорим о том, как мы проповедуем Евангелие, мы поговорим о том, что есть Евангелие, и что людям нужно сделать, чтобы спастись. И я хочу сказать, что то, чем я собираюсь поделиться сегодня, также спровоцирует вас. И я хочу сказать что-то, что будет так, что... Особенно если вы из лютеранской среды, католической среды, баптистской среды и других, это спровоцирует вас. Потому что всякая среда, как у меня здесь, о которых я говорил, имеет собственные очки, собственные традиции. И вы видели, когда это касалось исцеления, многие вещи были выучены про исцеление. Но многие вещи, которые мы слышим об исцелении в современных церквях, не верны. То же самое и касательно Евангелия. Когда это касается того, что мы должны делать, чтобы спастись. И мы сегодня строим на фоне наших традиций. У нас есть книга Деяний, католическая церковь, реформация, и мы строим на этом фоне сегодня. Вместо того, что говорит Слово, вместо того, чтобы строить на Слове Божьем. И вы очень ясно увидите это в этом уроке, и вы увидите, что они делали в книге Деяний, где у них было живое христианство. То, что они делали там, было совершенно иным, когда это касалось спасения, чем то, что мы делаем сегодня. Потому что многие вещи изменились в этот период, когда пришла католическая церковь. А затем у нас была реформация, и мы строим на некоторых вещах из реформации, баптизма, методизма. Мы строим на чём-то из этого всего сегодня. Но мы не строим на целостном основании, которое мы видим в книге Деяний. И я полагаю, что это действительно большая проблема в двух областях. Во многих охладела любовь, сила, послушание Богу, потому что они в действительности не спасены. Они пытаются жить как ученики, но они пытаются жить на неверном основании, и в них нет ревности по Богу, внутри них нет голода. Потому что многие вещи у них в голове, а не здесь. Это проблема. Другая проблема, большая проблема также в том, что многие люди обмануты. И многие люди однажды предстанут перед Богом, и они будут шокированы, потому что они думали, что всё было хорошо. И это очень большая проблема. Вот почему я собираюсь поговорить о том, о чём я собираюсь поговорить сегодня. И прежде чем я начну, я хочу помолиться, потому что это как-то нелегко говорить, это послание. Потому что существует так много различных людей, которые смотрят это видео с разного фона. Для меня было бы легче, если бы я точно знал, перед кем я стою. Потому что тогда я мог бы сказать очень ясно, очень твёрдо, потому что я бы знал, кто мои слушатели. И я знал бы способ, как сказать это. Но сейчас я стою перед камерой, и существует много различных людей из различных средств. И часто проблемой является то, с чем мы имеем дело сегодня. Вот почему я верю в ученичество один на один, ученичество в маленьких группах, где мы можем учить друг друга. Потому что каким-то образом это становится гораздо сильнее. Потому что тогда вы можете взять человека оттуда, где он находится, и провести его по Слову Божьему, и затем увидеть, как его жизнь изменилась. И если бы я стоял перед одним человеком, я бы делал это одним способом. Но если бы я стоял перед другим человеком, я бы делал это другим способом. Я бы взял их в одно и то же место, о котором говорит Слово. Но я бы делал это двумя различными способами. Это просто что-то, что затрудняет делать подобное видео. Но я помолюсь, чтобы Бог помог мне поделиться этим посланием, и чтобы вы пережили, как Святой Дух касается вас через это Слово. Итак, я надеюсь, вы готовы к этому. Боже, мы благодарим Тебя за всё, что Ты делаешь. Мы благодарим Тебя за многих-многих людей в мире, которые стартовали, которые начали исцелять больных. Боже, я молюсь, что мы также получили правильное основание, когда это касается Евангелия. И мы не были обмануты. Приди Своим Святым Духом, помоги мне поделиться тем, чем Ты хочешь, чтобы я поделился сегодня. Помоги мне, Боже, поделиться этим Словом, и приди и коснись всех, кто смотрит это видео. Открой их глаза, открой их уши, открой их сердца, Боже, приди и коснись их. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Аминь. Мы начнём с места, которое немного отличается от того, с которого, как многие из вас думали, я собирался начать. Потому что мы начнём с Матфея 7. И то, что я собираюсь прочитать в Матфея 7, это слово, которое многие знают. Слово, которое используется и неверно используется в церкви. Он сказал... Стих 21. Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдёт в Царствие Небесное, но Тот, Кто делает волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день, Господи, Господи, не мы ли пророчествовали во имя Твое, изгоняли бесов во имя Твое и делали великие чудеса во имя Твое. И затем Я объявлю им, Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, вы, практикующие беззаконие. Прошлый раз я говорил о стартовании. Давай, выходи и исцеляй больных. Потому что это так просто, это так легко, мы можем делать это. Но это так важно, чтобы мы имели верное основание, когда это касается покаяния, когда это касается светости. И когда это касается опознания Бога, о чём мы читаем здесь? Некоторые люди... Я знаю, что свидетели Иеговы и другие люди используют это место Писания, чтобы сказать, что исцеление и изгнание бесов это что-то, чего нет сегодня. Потому что Иисус скажет однажды многим, отойдите от Меня, Я никогда не знал вас. И Он скажет это тем людям, которые исцеляют больных и исцеляют бесов. Но проблема здесь не в том, что они исцеляют бесов и исцеляют больных. Он не сказал, эй, ты исцеляешь больных, ты исцеляешь бесов, иди прочь. Нет, проблема не в этом. Но Он скажет это многим людям. Он скажет что-то многим людям, которые исцеляли больных и изгоняли бесов. Потому что исцеление больных и изгнание бесов было нормальной вещью в первой церкви. И это будет нормальной вещью в последней церкви. Это будет чем-то таким, что делают все. Все исцеляют больных, все изгоняют бесов. Потому что это каким-то образом так просто и имеет дело с простой верой. Итак, проблема здесь не в том, что они исцеляют больных и изгоняют бесов. Проблема в том, что Он говорит в конце, отделитесь от Меня, Я никогда не знал вас. Когда мы говорим о том, что Он никогда не знал их, Иисус знает всех, Он Бог, Он знает сколько волос у нас на голове, Он знает всё о нас. Итак, когда Он сказал, Я никогда не знал вас, это было не от того, что Он не знал тех людей. Но Он говорит об общении, близком общении с ними. Они знали Его, как друзья, они ходили вместе, они жили вместе. И я потрачу много времени на это позднее, когда поговорю о познании Бога. Потому что Бог призвал нас не верить в Него, Он призвал нас знать Его. Если вы откроете Иоанна, 17 глава, 3 стих Евангелия от Иоанна, Библия говорит, что это жизнь вечная, чтобы они знали Тебя, единственного истинного Бога и того, кто был послан, Иисуса Христа. Итак, Библия говорит, что это вечная жизнь. Не чтобы они верили, не чтобы они верили, что Он там, но чтобы они знали Его, единственного истинного Бога и того, кто был послан, Иисуса Христа. Итак, мы призваны не просто верить в Бога, мы призваны знать Бога. Я собираюсь поговорить об этом позднее. И если сегодня я пойду в церковь и спрошу людей, кто верит в Бога? Многие поднимут руки. Если я затем спрошу их, кто знает Бога? Тогда люди будут выглядеть как, ну, я думаю, я знаю Бога. Эй, вы не должны думать, что вы знаете Бога, вы должны знать Его. И это не то, что делается за две минуты. Это то, что занимает всю жизнь, прийти в общение и познание Бога. И это так важно, что мы не хотим однажды услышать эти слова. Я действительно не знаю тебя, ты делал что-то для меня, но я не знаю тебя. Но проблема также в том, что Он говорит здесь, отделитесь от Меня, вы, практикующие беззаконие. Если вы откроете 1 Иоанна 3 глава 4 стих, Всякий, практикующий грех, также практикует беззаконие, ибо грех есть беззаконие. Вы знаете, что Он, Иисус Христос, о Котором мы говорим, явился, чтобы удалить грех, и в Нём нет греха. Всякий, пребывающий в Нём, не грешит, и всякий, кто грешит, не видел Его и не знает Его. Итак, мы говорим о том, что Он говорит о том, что они не знают Его. Если вы продолжаете грешить, если вы живёте в грехе, вы в действительности не знаете Бога. И неважно, священник ли вы, или вы стоите за кафедрой и проповедуете. Если вы продолжаете жить в грехе, вы не знаете Бога. И вы можете переживать вещи с Богом, даже если вы не знаете Его, и даже если вы живёте в грехе. И это то, чего мы не понимаем в своём разуме. Но Иисус призвал двенадцать учеников к Себе, дал им силу исцелять больных и изгонять бесов. Один из них был Иуда. Иуда был лжецом, Иуда был вором, Он воровал, и Он пошёл неправильно, Он пошёл в ад. Он не был истинным учеником, но Бог всё ещё использовал Его. Итак, когда мы использованы Богом, или когда люди используемы Богом, это не признак того, что всё хорошо. Это не признак. И это часть познания Бога, переживать эти вещи, но это не признак. Нам нужно посмотреть на жизнь людей, живут ли люди святой жизнью. И проблема здесь не в том, что они изгоняют бесов и исцеляют больных. Проблема в том, что они практиковали грех, и они в действительности не знали Бога. Потому что, если вы знаете Его, вы не будете жить в грехе. И попытайтесь увидеть это, это действительно сильно, потому что Слово говорит, что многие однажды скажут, Господи, Господи. Причина, по которой они говорят, Господи, Господи, не в том, что кто-то стоит со жвачкой и говорит, Господи, Господи. Нет, причина, по которой они говорят это дважды, не в том, что они хотят сказать это дважды. А потому что, если сегодня мы хотим что-то выделить в тексте, мы подчёркиваем это или выделяем это жирным шрифтом, чтобы люди могли видеть, что это слово с силой. В Библии они говорят дважды или трижды, чтобы подчёркнуть это. Итак, когда они стоят и говорят, Господи, Господи, и это не выглядит как... Это выглядит так, Господи, один раз, во всем Своим естеством. Многие однажды скажут, Господи, и будут шокированы, потому что они были обмануты. И это проблема. Многие люди в последнее время будут обмануты. И мы сейчас так же живём в последнее время, и мы живём во время, когда преобладает беззаконие. И мы сегодня видим это в церквях. Да, ты можешь исцелять больных, ты можешь научиться многим вещам и жить в грехе. Но чтобы идти к познанию Бога, чтобы быть Вадимом, Святым Духом, чтобы видеть о чём-то это всё в повседневной жизни, ты должен жить святой жизнью. И если вы действительно рождены свыше и слушаете то, что говорит Святой Дух, тогда Святой Дух говорит о том, как быть святым. Он говорит о преобразовании в образ Божий. И сегодня мы видим движение, в котором всё выглядит правильно, потому что многие вещи правильные. И каким-то образом у них есть сила Божья, как одна нога, но у них нет второй ноги, покаяния, святости, страха Божьего. И я верю, что последняя реформация, которую мы увидим, является последней реформацией, построенной на обеих ногах. У них есть сила Божья, но в то же время святость, страх Божий, истинное покаяние. Это моё сердце. И если вы спрашиваете меня, за что я стою... Я знаю, что многие люди посмотрели мои видео, и сейчас мы сфокусированы на библейской школе с исцелением. И некоторые люди спрашивают, да, Турбан, но как насчёт другой части? Где ты? Я собираюсь показать вам, где я. Я собираюсь показать вам, во что я верю, и это то, что Бог сказал мне. И это будет частью последней реформации. Но многие вещи... Это лишь седьмой урок из двадцати, поэтому есть ещё много вещей, которыми я хочу поделиться. Но нам нужно делать один шаг за один раз. И я чувствовал, что я должен начать с исцеления, прежде чем я поговорю об этом. Потому что зачастую, когда мы говорим об этом, люди думают, о, у меня всё должно быть совершенным, прежде чем я смогу начать исцелять больных, и они никогда не начинают. Нет, вы можете начать с первого дня, но не останавливайтесь. Вы всё ещё должны работать над вашим спасением, как говорит об этом Библия. Итак, Иисус говорит о многих в тот день, и как раз перед этим Он говорил о том, что хорошее дерево не может приносить плохого плода, и плохое дерево не может приносить хорошего плода. Итак, вы узнаете их по плодам. Вы можете познать дерево по плодам. И затем Он говорит о том, что если мы хотим строить на скале, мы должны не только слышать Слово, но мы должны практически исполнять его. И те люди, которые только слушают Слово и не исполняют его, подобны глупцу, который строит свой дом на песке. Он упадёт. Итак, если мы хотим стоять для вечности и стоять твёрдо, нам нужно иметь страх Божий в нашей жизни, и мы должны строить на Слове Божьем. Я собираюсь поговорить о Евангелии, и когда мы говорим о том, как получить спасение, я хочу сказать, что Павел говорит, что он не стыдится Евангелия Иисуса Христа, потому что Евангелие Иисуса Христа является силой спасения для всякого верующего. Евангелие — это сила. Сверхъестественная и удивительная сила, которая может прийти и спасти жизнь. Исцеление — удивительно, освобождение — удивительно. Я только что молился за кого-то, кто освободился несколько дней назад. В его жизни был страх, который внезапно возобладал над ним. Не страх, извините, одиночество. И когда это возобладало над ним, он захотел закончить свою жизнь. Вокруг него были люди, но когда это переживание сошло на него, он не мог видеть никого вокруг. Он был как будто один во всём мире, и потом он захотел прекратить свою жизнь. И он захотел это за день до того, как я встретил его. Но когда я встретил его, это было два дня назад или три дня, я не помню сейчас. Когда я встретил его, я помолился, и этот демон вышел из него, и он пережил мир Божий и начал улыбаться. Он был освобождён, он почувствовал физически, как это одиночество покинуло его. Он освободился. И он улыбался, и я увидел это, и все, кто видел его, увидели проявление того, как это покинуло его. Это мощно. Евангелие является силой. Но самой сильной вещью является всё спасение. Я видел людей, которые были против меня. Но когда Бог коснулся их, и они покаялись, тогда внезапно они стали мои братья, внезапно они мои сёстры. Они моя семья, и мы можем стоять вместе и служить Богу. Видеть, как жизнь изменяется для вечности, это так восхитительно. Но многие сегодня не видят Евангелие как силу, которая может спасти. Почему? Многие в церквях сегодня борются с людьми. Вот так. О, они живут в грехе, у них всякие проблемы, и они не хотят слушаться Бога. И я должен всегда бегать за ними и звонить им, ты должен прийти в церковь. Но так не должно быть. Если вы поступаете так с людьми... Проблема не в том, в чём ты думаешь. Проблема в том, что они на самом деле не спасены. Проблема в том, что они строят на неверном основании. Вам не нужно бегать за людьми, если они истинно спасены. Подобно Иисусу. Иисус разве бегал за людьми? Иисус бегал за первыми учениками. Делал ли Иисус так? Приходите, вам нужно собраться. Хорошо, нам не нужны длинные собрания. Давайте просто сидеть и говорить о других вещах. Давайте веселиться сегодня. Нет. Он уходил, и их цель была следовать за Иисусом, а не Ему за ними. Когда мы говорим о хождении. И сегодня мы имеем большие крусейды по всему миру, в которых евангелисты делают собрания. И мы говорим, что миллионы людей говорят, да Иисусу. Но из этих людей сколько сильных учеников мы видим впоследствии? Немного. Небольшой процент. Они говорят, что около 95-98% из всех людей, которые принимают Иисуса на Курсейде, никогда не приходят в церковь. Никогда не продолжают следовать за Ним. И сегодня у нас это по всему миру. У нас есть люди, особенно в Америке, и по всему миру, которые принимали Иисуса в свою жизнь много раз. Я спасён, и я спасён. Я пригласил Иисуса в своё сердце, и я пригласил Иисуса в своё сердце. Но вы не видите плода, и вы можете познать дерево по плоду. Почему вы не видите плода в их жизни? Потому что они не спасены по-настоящему. Если они истинно спасены, то Евангелие становится силой для спасения. Евангелие является силой, чтобы изменить жизнь. И чего мы хотим? Мы хотим множество людей, которые поднимают руки и принимают Господа Иисуса как Спасителя, и не имеют плода. И они будут обмануты, жить во лжи, и однажды они услышат... Я никогда не знал вас, вы делающие грех. Или вы хотите сильных христиан, которые строят на правильном основании и продолжают жить на нём? Вот чего мы хотим, и поэтому нам нужно посмотреть на Евангелие. Когда я говорю о том, чтобы пригласить Иисуса в Своё сердце, то это не то, о чём говорил Иисус. Это не было тем, что говорили первые христиане. Это не было тем, что мы видим в начале реформации, или в баптистском, или в методическом пробуждении. Нет. Это нечто совершенно новое, это то, что вы можете увидеть в последние 100-200 лет. Люди просят Иисуса прийти в их сердца. Но за последнее столетие это было принято как истина в церкви. И если вы перейдёте в интернет и поговорите о молитве грешника, это каким-то образом огромная часть нашего мышления, что мы верим, что это по-библейски, что молитва грешника это по-библейски. Но вы не найдёте никакой молитвы грешника в Библии. Когда первые христиане хотели спастись, они не молились молитвой, и не просили Иисуса войти в их сердце. Они делали нечто совершенно иное. И это причина того, что мы видим. Кажется, что Евангелие бессильно спасать. Это причина, почему многие церкви сегодня имеют проблему с ученичеством, потому что, честно говоря, многие не спасены, многие живут во лжи. Я собираюсь спровоцировать вас, я знаю это. Я хочу сказать, что я не типичный евангелист, потому что я не пишу на Facebook, «Эй, десять человек спаслись, сто человек спаслись». Потому что чего я хочу? Я не хочу больших цифр, нет. Я хочу видеть сильных учеников. Лучше видеть меньшее число спасённых людей и продолжающих жить во Христе. Если вы посмотрите на церковь в Дании... Я не говорю это, чтобы гордиться, но я являюсь одним из тех людей, кто привёл большинство людей ко Христу. Если вы посмотрите на церкви по всей Дании, вы увидите, что те люди, которых я привёл ко Христу, они находятся во многих церквях по всей Дании. Те люди, которых я привёл ко Христу, зачастую сильнее, чем многие другие, потому что они получили правильное основание с самого начала. И из-за того, что они получили правильное основание, они продолжают строить на Нём. Не то чтобы я не вижу, как люди отпадают, потому что Библия говорит, что это будет происходить. Но из-за того, что я делаю это так, как Библия делает это, я вижу сильных христиан. Есть другие евангелисты, у которых есть большие цифры, которые рассылают много новостей о том, что много-много людей спаслись, но вы нигде не найдёте этих людей. Итак, чего мы хотим? Мы хотим большие цифры или мы хотим видеть сильных христиан, которые слушаются Бога? И я полагаю, что это то, чего вы хотите. Опять же, мы не хотим обманывать сами себя. И у меня есть проблема, когда мы говорим о спасении. Библия говорит, Иисус говорит, что всякий раз, когда грешник кается, на небесах радость. И так же должно быть и на земле. И я хочу ликовать всякий раз, когда кто-то получает спасение. Но если я читаю христианские газеты или смотрю в веб-сайт и слышу, как кто-то, кто был снаружи, говорит, этот получил спасение, тот получил спасение, и тот получил спасение, то, честно говоря, я не могу возрадоваться с ними. Потому что я думаю, и я не хочу думать так, я думаю, истинно ли они спасены? Покаялись ли они в своих грехах? Или они просто помолились молитвой? Продолжили ли они во Христе после этого? Или это было лишь на тот момент? Потому что это огромная часть нашей культуры. Я слышу так много цифр. Люди просят Иисуса войти в их сердце там и там, некоторые из них действительно получили спасение, да. Но многих вы больше никогда не увидите. Из-за того, что это так происходит, я не могу больше радоваться с людьми. Я не хочу этого, я хочу слышать, эй, этот человек получил спасение, вау, отлично! И я радуюсь. Потому что я только что приобрёл нового брата, новую сестру в Господе. И это должно быть так. Итак, мы не должны неверно использовать слово, те спаслись, эти спаслись, или эти спаслись. Нам нужно делать это по-библейски. Но когда мы говорим о спасении, я хочу спросить вас кое-что. Спасены от чего? От чего вы спасены? Если я сегодня спрашиваю людей в церкви, от чего вы спасены, многие люди скажут, я спасён от ада, эй, я не пойду в ад, я спасён. Пригласите Иисуса в своё сердце, и если вы помолитесь этой молитвой, вы не пойдёте в ад. Вы хотите в ад? Нет? Тогда помолитесь этой молитвой. И люди молятся этой молитвой, да, радость, вы не пойдёте в ад. Но мы не спасены от ада. Библия не говорит этого. Вы не видите в Библии, что первые христиане покаялись и получили спасение от ада. Мы спасены не от ада. Мы спасены от греха. Да, грех впоследствии приведёт в ад, но мы спасены не от ада, мы спасены от нашего греха. Когда Иоанн Креститель увидел Иисуса, Он сказал, вот Агнец Божий, который заберёт на Себя грех. Вы знаете, почему Иисуса так назвали? Потому что Он собирается спасти нас от нашего греха. Когда Мария услышала, что она должна назвать Его Иисусом... Мы читаем здесь, Ты назовёшь Его Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их. Матфея, 1 глава, 21 стих. Итак, Иисус пришёл как Агнец Божий, чтобы спасти нас от наших грехов. Итак, если вы спасены, то от чего вы спасены? Не от ада, но вы спасены от ваших грехов. Это всё про грех. Грех пришёл в мир, разрушил общение между нами и Богом. Иисус пришёл, чтобы умереть на кресте, чтобы Он мог убрать наши грехи. Итак, мы не идём в ад. Да, но мы получаем общение с Богом. Потому что Он убрал то, что отделяло нас от Бога. Потому что Бог свят. Итак, грех является проблемой. Грех это то, от чего мы спасены. Подобно тому, как Иисус говорил об овце, которая потерялась. 99 овец и одна, которая потерялась. Я думаю, Лука 15 глава. Иисус сказал, что больше радости, когда грешник кается, чем о 99 праведниках, которым это не нужно. Итак, это всё о том, чтобы видеть грешника, кающегося в своих грехах и переживающего прощение. Если вы говорите, что вы спасены, и всё ещё живёте в грехе, то возможно ли это? Возможно ли одновременно жить в грехе и быть спасёнными? Нет, это невозможно. В нашем уме, когда мы говорим о спасении от ада, мы думаем, «Эй, мы можем продолжать грешить, потому что я спасён от ада». Нет, не ад проблема. Грех вот проблема. Итак, если вы продолжаете грешить, вы не спасены. Потому что Иисус не пришёл, чтобы просто стоять между нами и Богом, как я слышал от многих людей в Дании и других местах, и поэтому Бог не видит наши грехи. Нет, Он может видеть наши грехи. Вы также можете прочитать Матфея в 7 главе. «Отделитесь от Меня, вы, практикующие беззаконие. Вы, делающие грех». Он видел их грех. И Он будет видеть твой грех и мой грех, если мы продолжаем жить в грехе. Но христианин — это тот, кто не продолжает жить в грехе. Потому что Иисус умер на кресте, и Он сделал всё, что было необходимо, чтобы удалить наши грехи. Если вы действительно хотите знать Бога, вы должны строить на правильном основании. Если кто-то спрашивает вас, что мне делать, чтобы спастись, что вы тогда ответите? Ответите ли вы? Помолись, чтобы Иисус вошёл в твое сердце. Я хочу сказать, я молился с ними, я молился совместной молитвой, и они исповедовались, и я молился после них. И они молились после меня. У меня нет проблем с этим. Нет, это хорошо молиться за людей. Проблема, если вы не говорите Евангелие целиком, и проблема, если вы говорите, «Эй, теперь вы спасены, вы идёте на небеса». Нет, я молюсь этой молитвой, чтобы почувствовать, где находятся люди. Открыты ли они для Бога? И если открыты, Святой Дух приходит. Но не из-за молитвы. Молитва — это лишь что-то, что я делаю, чтобы побыть наедине с людьми и помолиться с ними. Это не волшебная молитва, которая спасает людей. Нет. Это всё про сердце. Поняли ли они Евангелие? Как вы делитесь Евангелием? Я хочу посмотреть на то, как Пётр в Библии делился Евангелием. Пётр в Библии, вы видите в начале книги Деяния сразу после того, как Святой Дух излился на людей? Пётр проповедовал Евангелие, и вы не видите всего, что он проповедовал. Потому что книга Деяний — это не систематическая теология. Вы знаете, я говорил о книге Деяний. Книга Деяний написана так, что вы не можете построить теологию только на ней. Но вы можете увидеть, что они делали, и вернуться назад, и посмотреть на Иисуса, и посмотреть, как это сходится друг с другом. Из этого вы можете построить теологию, но не только, потому что во многих местах книги Деяний вы не видите всей картины. И я собираюсь объяснить это. Но особенно, Пётр, вы не видите всего, что он проповедовал, вы видите многие вещи. Но то, что вы видите, является очень ясным ответом, который он давал людям. Потому что те люди были поражены в своих сердцах, когда он проповедовал Евангелие. И они спрашивали его, что нам делать? Другими словами, что нам делать, чтобы спастись? Скажи нам! И Пётр в Пятидесятницу встал там вместе с другими учениками, и он сказал... Все склоните головы, и если кто хочет принять Иисуса, поднимите руку. Да, я вижу руку там, я вижу руку там, я вижу руку там. Спасибо, спасибо. И теперь просто помолитесь этой молитвой в своём сердце. И Пётр помолился с ними молитвой грешника, а затем он сказал... Да, теперь вы спасены. Нет. Это то, что многие делают сегодня, но это не было тем, что делал Пётр. Это не было тем, что делали первые ученики. Пётр, он делал это совершенно по-другому. Первые ученики делали это совершенно по-другому. Иисус делал это совершенно по-другому. И поэтому они видели другие результаты, чем те, какие многие видят сегодня. Из-за этого они видели, что Евангелие является силой спасения. Что делал Пётр? Пётр сказал, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа. Ибо это обещание для вас и ваших детей, и всех дальних, кого не призовёт к себе Господь наш Бог. Деяние, 2 глава, 38-39 стих. Итак, Пётр сказал три вещи. Он сказал, покайтесь. Все покаялись. Затем он сказал, креститесь для прощения ваших грехов. Он сказал, креститесь для прощения ваших грехов, и получите Дух Святой. И он сказал, что это обещание не только для них, это для всех, кого призывает Бог, для детей и дальних. Это обещание тоже и для нас сегодня, что мы должны покаяться, и когда мы покаемся, и когда мы крестимся для прощения наших грехов, мы получим Святого Духа. И Дух Божий является печатью нашего спасения. Вот что сказал Пётр, вот что делали первые христиане. Эти три вещи. И как я сказал в последний раз, мы всегда должны смотреть на Иисуса, когда мы говорим о теологии. И мы это также сделаем. Итак, давайте посмотрим на Иисуса и увидим, делал ли Пётр так же, как Иисус приказал ему делать, когда это касается проповеди Евангелия. Когда мы читаем об Иисусе в начале книги Марка и в Матфее, вы читаете первое слово, которое исходит из уст Иисуса. С того времени Иисус начал проповедовать. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Матфея 4 глава 17 стих. Итак, первое слово, которое вышло из уст Иисуса, было Покайтесь. Первое слово, которое вышло из уст Петра, было Покайтесь. И Библия говорит, что мы должны проповедовать покаяние всему миру сегодня. Покайтесь в своих грехах, отвернитесь от ваших грехов, поверните их к Богу. Покайтесь в своих грехах к Богу. Вот с чем пришёл Иисус. Это то, что Он проповедовал, и это то, что проповедовал Пётр и первые ученики. Следующий вопрос. Как насчёт крещения в воде в Иисуса Христа? Это было то, что делал Иисус? Нет, это не было тем, что Он делал, это было тем, что Он проповедовал. Вы должны понять, что когда Иисус ходил здесь по земле, в Евангелиях, это был всё ещё Ветхий Завет, это было до креста. И крещение в воде имеет дело с погребением Христа и воскресением Христа. Иисус умер на кресте, Он был погребён, и Он воскрес. И водное крещение в Иисуса Христа является картиной этого. Поэтому, когда мы крестимся сегодня, мы крестимся в то, что делал Иисус для нас, чтобы воскреснуть с Ним и жить новой жизнью. Итак, никто в Евангелии не крестился в Иисуса Христа, потому что там не было такого водного крещения. Никто там не получил Святого Духа, потому что Святой Дух ещё не был излит. Впервые Он был излит в Пятидесятницу, когда Иисус уже воскрес. И часто многие люди, так много людей не понимают этой истины, и они обмануты сегодня. Когда я часто говорю людям, это важно, чтобы ты крестился в воде и получил Святого Духа. Я слышу, как так много людей говорят, нет, как насчёт разбойника на кресте? Он же ведь не был крещён. И я отвечаю, нет, он не был крещён. Потому что там не существовало водного крещения в Иисуса. Никто в Евангелии не был крещён в Иисуса. Но опять же, крещение в воде имеет дело с жизнью, которой мы должны жить, когда мы покаялись. Крещение в воде имеет дело со свободой от греха, чтобы мы могли жить святой жизнью, чтобы однажды встать перед Богом и не услышать это слово. Отделитесь от меня, вы, делающие беззаконие. Но разбойник на кресте собирался умереть через несколько минут. Ему не нужна была вся эта часть святой жизни, потому что прямо там он получил прощение своих грехов. И прямо там он сделал последний вздох и отправился домой в Царство Божие. Но вы не живёте в то время, и вы не распяты на кресте. Вот почему вы не можете поставить себя на место разбойника на кресте. Многие люди сегодня неверны Богу и живут во лжи, потому что мы строим на неверном основании. Мы не должны строить на Ветхом Завете, когда это касается вот этого. Мы должны строить на Новом Завете. Но Иисус говорит о крещении в воде, потому что Он сказал одно из последних слов, «Идите и делайте учеников из всех народов, крестя их». Итак, Он приказал нам идти делать учеников, крестя их. И что сказал Пётр? Он сказал, «Покайтесь и креститесь, как Иисус приказал Ему». Как насчёт Святого Духа? Иисус сказал, «Смотрите, Я посылаю вам то, что обещал Мой Отец, но оставайтесь в городе, пока не облечётесь силой свыше». И здесь Он говорил о Святом Духе. И в Иоанна 16 главе Он говорит о Святом Духе и о том, что однажды придёт время, когда вы будете молиться во имя Моё. Сейчас вы не молитесь во имя Моё, но однажды вы будете делать это. Он сказал, «Лучше для вас, чтобы Я пошёл, потому что затем Я пошлю Святого Духа вам». Итак, Иисус говорит в Иоанна 16 главе и в других местах о времени, которое придёт, и мы живём в это время. Прямо сейчас мы молимся во имя Иисуса. Ученики не делали этого так, когда они выходили, но прямо сейчас мы живём в это время, после креста. Итак, Иисус сказал, «Покайтесь». Он говорит о крещении в воде, Он говорил о Святом Духе. И это не только для учеников, это для всех, кого Бог призывает. для дальних, для наших детей, детей детей и так далее. Итак, если бы кто-то спросил Петра, «Что мне делать, чтобы спастись?» Если бы кто-то спросил Иисуса после креста, «Что мне делать, чтобы спастись?» Они бы не сказали, «Помолись молитвой грешника». Они бы сказали, «Покайся, покайся в своих грехах». Они бы сказали, «Это у меня здесь, крестись в воде в Иисуса Христа». И они бы сказали, «Крестись Святым Духом». Зачем покаяние? Зачем крещение в воде? И зачем крещение Святым Духом? Потому что мы верим в Бога Отца, Сына Иисуса Христа и Святого Духа. Многие люди пытались жить как ученики лишь с одной или двумя вещами из этих трёх. Сегодня существуют люди, которые имеют Бога, верят в Иисуса Христа, но Святой Дух не является частью в жизни. И поэтому они не имеют полноты Божьей, и они живут в обмане, они обмануты. Итак, то, что мы здесь видим, божество, потому что покаяние Богу, крещение в Иисуса Христа и крещение Святым Духом. Итак, у нас здесь есть Бог Отец, Иисус Христос и Святой Дух. Всё Божество в этом. И когда мы говорим о вере в Бога, познании Бога, то говорится о всём Божестве. Знать Бога и Его, пославшего Иисуса Христа, явленного Святым Духом. Итак, у нас есть покаяние Богу, крещение в Иисуса Христа и Святой Дух. Итак, вот о чём говорил Иисус. Это то, что проповедовал Пётр, и это то, что проповедовала Первая Церковь в книге Деяний. Но многие вещи изменились в то время, и затем мы получили католическую церковь. А затем пришла реформация и сказала, нет, это не по старой традиции, это по вере. И это действительно по вере, но они каким-то образом понимают, что такое вера, некоторым другим образом. И мы не строим на правильной реформации сегодня, потому что существовало много вещей, которые Лютер не видел. Он не понял полноту крещения, он не делал это. Он не переживал полноту Святого Духа так, как мы сегодня должны переживать. И если мы строим на тех основаниях, мы будем обмануты, мы будем неправы. Я не говорю, что там нет людей, которые были спасены и живут с Богом. Я верю, что когда Иисус открывает что-то нам, нам нужно быть верными в этом. И здесь есть слово, которое говорит Иисус в Иоанна 15 главе. «Если бы я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своём». В Иоанна 9.41 Он сказал, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Итак, чем больше вы знаете, тем больше от вас требуется. Я верю, что могут быть люди в хорошей вере без знания, верные всему, что открыл Бог. Они не могли прийти к полноте Бога, но они остаются верующими и всё ещё живут с Богом. Но теперь мы знаем больше. Бог открыл вещи, и Он хочет, чтобы мы в последнее время пришли в полноту и строили на этом основании. Но опять, люди могут быть обмануты. Мы можем думать, что всё хорошо, и многие однажды встанут перед Богом и будут удивлены. Вы видите это вновь и вновь, когда Иисус говорит о конце жизни. Я действительно не знал вас. Итак, не стройте основания на том, что делают другие люди и во что они верят, и что думают. Нет. Стройте на основании Слова Божьего. Стройте на Слове Божьем. И существовало много вещей, которых Лютер не знал. О крещении. Но оно пришло. О покаянии, святости, пришло с методистами, о Святом Духе, что пришло здесь. Но я знаю, что мы строим на этом основании сегодня. И сегодня вы знаете, что верно. Итак, когда вы слышите это слово, вы должны решить, хотите ли вы строить на неверном основании, с тем, что люди думали много лет назад, строить на их основании и быть обманутыми. Потому что в некоторых областях вы знаете больше, чем знали они, и Бог потребует большего от вас. Вы не можете просто взять то, что дал вам Бог, и закопать это, похоронить это. Потому что однажды он скажет:"Эй, я дал тебе это. Что ты сделал с тем, что я доверил тебе?" Итак, так важно сегодня, чтобы мы проповедовали полноту Божью. Неважно, что люди сделали в истории. Да, мы можем многому научиться из этого, но мы строим на их основании. Я знаю, что Бог хотел открыть всю истину реформации Лютера, но он остановился, он не сделал этого. Поэтому Бог послал что-то новое, и мы получили библейское крещение. Но они опять остановились, они не видели покаяния, и они остановились и не видели, и мы получили Святой Дух позже. Но сейчас мы живём в последнее время, и Бог собирается открыть нам всё. Как насчёт веры? Это всё не только о вере. Библия говорит:"Верь, и ты спасёшься". Да, это всё о вере, но нам нужно понять, что такое вера. И у меня здесь из Иоанна 8 глава Иисус сказал людям, кто верил в Него. Вы истинно Мои ученики, если вы остаетесь верными Моему учению. И вы познаете истину, и истина освободит вас. Итак, Иисус сказал:"Вы истинно Мои ученики, если вы остаетесь... или вы истинно Мои ученики, если вы остаетесь верными Моему учению?" Я хочу сказать, что Иисус сказал это людям, которые верили в Него. Мой вопрос, что это значит, верить в Него? Они верили в то, что Иисус был реальной живой личностью? Нет. Это не то, о чём Он говорил, потому что сколько во время Иисуса, когда жил, верили, что Он был реальной личностью? Все. Потому что все могли видеть Его, все могли прикоснуться к Нему. Но из-за того, что мы живём две тысячи лет спустя, после Иисуса Христа, весь вопрос веры в Него изменился. Не верить в Его слова и делать то, что Он говорит, но верить в историческую личность человека, который когда-то жил. Поэтому, если я сегодня пойду к многим христианам в церковь, я спрошу, вы верите в Иисуса? В своём уме они думают, да, я верю в Иисуса. Если я спрошу их, во что вы верите? Я верю в то, что Иисус однажды жил и делал чудеса, и жил здесь, на земле. Хорошо. Но ты живёшь во грехе. Да. Но Иисус сказал, покайтесь. Да, но я верю, что Он был, но я не делаю это, я не каюсь. Он сказал, крестись. Да, но это не то, что мы делаем, но я верю, что Он однажды жил. Но это не вера. Вера, библейская вера, это не верить в то, что Иисус однажды жил, потому что все в то время знали, что Он живёт. Им не нужна была вера, чтобы верить в то, что Он живёт. Они могли видеть Его, они могли прикасаться к Нему, они могли говорить с Ним. Поэтому верить в Него, это не столько верить в Личность, которая однажды жила, это верить в Его слова. И слова, которые вы прочитали перед этим, когда Иисус говорил подобным образом, многие верили в Него. Когда Иисус говорил, они верили, что-то, что Он говорит, является истиной. И затем Иисус сказал им, если вы истинно хотите быть спасены, хотите быть Моими учениками, тогда оставайтесь верными. Делайте то, что Я говорю делать, и затем вы получите вечную жизнь. Потому что Я есть путь истины и жизни, никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня. Итак, оставайтесь в Моём учении. Вера в Иисуса, это не вера в голове, что Он однажды жил. Вера, это быть верным Его учению. Например, я стою сейчас здесь на дороге, и вы стоите рядом с дорогой. И сзади ко мне приближается грузовик. И вы кричите мне, Торван, осторожно, грузовик приближается. Если я посмотрю на вас, если я верю вам, могу я тогда сказать, хорошо, я верю в то, что ты говоришь, и продолжать стоять? Нет. Если я верю в то, что вы говорите, я... А-а-а! И я подвинусь. Если я верю вам, я буду двигаться. Это не выглядит так. О, я не верю, что ты реален, ты настоящий, ты существуешь. Я знаю, что вы реальны, я знаю, что вы существуете, потому что Я могу видеть вас. Итак, когда я говорю о вере в вас, это не о том, реальны ли вы, это о ваших словах. Если я верю в ваши слова, я передвинусь. Иисус сказал, покайтесь. Всякий человек, который верит в Иисуса, покается. Иисус сказал, крестись. Всякий человек, который верит в Иисуса, будет креститься. Иисус сказал, получите Святой Дух. Всякий человек, который верит в Иисуса, получит Святой Дух. Иначе, если они не делают то, что Иисус, которого они приняли, не библейские, или они не знают всей истины, никто не поделится целым Евангелием с ними. Итак, о чём Он говорил? Он говорил, верьте в Иисуса, потому что это было то, о чём говорил Иисус. Итак, всякий раз, когда Библия говорит, мы спасены верой, только верой, не делами, верой. Это не вера в камень, это не вера в здание, это не вера в религию, это вера в Иисуса Христа. Это вера, которая спасает, и эта вера не может стоять отдельно. Как Лютер, он сказал, мы спасены только по вере. Я верю, что мы спасены только по вере, это только об Иисусе Христе. Но эта вера не может стоять отдельно, потому что эта вера является послушанием Ему. Он сказал, покайтесь, поэтому если я верю, я покаюсь. Он сказал, крестись, поэтому если я верю, я крещусь. И он сказал, получите Святого Духа, если я верю, я получу Святого Духа. Итак, я могу сказать, что я спасён по вере. Да, я покаялся, да, я крестился Святым Духом, да, я крестился в воде и получил Святого Духа. Но я спасён по вере. И вы должны читать это всякий раз, когда говорится о вере в Новом Завете. Это не вера в историческую личность, которая однажды жила, это послушание. Библия... Вера это быть верным, неверие это быть неверным. Вот что каким-то образом говорит это слово. Я помню, несколько лет назад я изучал религию в школе. И наш учитель здесь в Дании сказал, что в Дании вы можете верить в одно и делать что-то ещё. Но мы сейчас должны посмотреть на евреев. Вы должны понять, что в еврейской традиции верить во что-то это то же самое, что делать эту вещь. Евреи не могли верить во что-то одно и делать что-то ещё. Потому что верить в то время было то же самое, что и делать. И она говорила это, и она была права, говоря о евреях. Но она была не права, говоря, что сегодня мы можем верить в одно и делать что-то ещё. Итак, если я спрашиваю людей, что вам делать, чтобы спастись? Я бы сказал, верьте в Иисуса, и будете спасены. Но сегодня нам нужно объяснить, что такое вера. Нам нужно объяснить, что это значит верить в Иисуса. Потому что верить в Иисуса, это слушаться Иисуса. И если вы спросите людей в Первой Церкви, можете ли вы быть учеником Иисуса, если вы христианин и не крещены? Они ответят так, нет, вы не можете. Потому что у них в Первой Церкви не было молитвы грешника. У них было покаяние и крещение в воде, а затем получение Святого Духа. Вот что у них было. И почему это так важно? Это так важно, потому что это всё имеет дело с грехом. Иисус пришёл, чтобы спасти нас от греха. Покаяние должно сделать отвращение от наших грехов, и затем мы получаем новое сердце, новую природу. Итак, если вы истинно покаялись, вы не можете жить в грехе. Вы не можете продолжать в грехе. Я собираюсь поговорить об этом позже. Потому что в следующих трёх уроках я собираюсь воспользоваться одним уроком, чтобы поговорить о покаянии. Я собираюсь использовать один, чтобы поговорить о крещении в воде, и один о крещении Святым Духом. Но если вы истинно покаялись, это не только то, что вы делаете, это также что-то, что делает Бог. Затем Он забирает старое сердце и даёт вам новое сердце. И затем вы не можете продолжать жить в грехе. Потому что никто, рождённый свыше, не может продолжать жить в грехе. Я получил спасение, я покаялся. Никто не говорил мне, это грех, это грех, это грех. Я пришёл из нехристианской среды, снаружи, и получил спасение. И затем я пошёл домой к моей старой жизни, и всякий раз, когда я делал то, что всегда делал, я выглядел так, вау, это грех, прости, Боже, прости меня, я не могу больше делать это, я каюсь. Я знал, что то, что я делал, было грехом. Но до этого я делал это много-много раз, и у меня не было проблем с этим. Но теперь я не мог делать этого больше. Почему? Потому что Бог дал мне новую природу. И я знаю, что люди скажут, ну ладно, Торван, Бог не такой, это не должно быть так. Никто не мог сказать мне что-то ещё, потому что внутри меня была новая природа. Я знал, что это был грех, и поэтому я начал жить святой жизнью. Это знак, вы можете познать дерево по его плодам. Если вы сообщаетесь с грехом, вы не знаете Бога, потому что Бог свят, и Иисус пришёл спасти нас от греха. Итак, покаяние имеет дело с новым сердцем, направленного к Богу. Крещение в воде также имеет дело с грехом, потому что там мы очищаемся от наших грехов, мы умываемся, очищаемся. Анания сказал Павлу, встань, омой свои грехи. Крещение спасает, Библия говорит, что крещение спасает нас. Также и здесь, покайся и крестись, крестись для прощения твоих грехов. Крещение спасает, и мы не понимаем это, потому что у нас нет еврейского мышления. В то время физическая вещь имела сильное духовное воздействие. Но теперь у нас греческое мышление, так что мы думаем, что физические вещи это лишь символ. Нет, это не символ, это больше, чем символ. Это спасает, это меняет жизнь. Я видел, как многие люди освободились от бесов, когда они крестились. Люди исцелялись, люди освобождались от греха, когда они крестились. Особенно, когда вы проповедуете это и делаете это в вере. Крещение это очень сильно. Это спасает, потому что спасение имеет дело с грехом, потому что мы спасены от наших грехов через крещение. Многие христиане покаялись, но они борются с грехом, они не чувствуют себя свободными от греха. Почему? Потому что они не крестились в Иисуса Христа. Или они крестились и не знают, о чём же крещение. Я крестился, и я не знал, о чём всё это. Но несколько лет спустя Бог открыл, о чём всё это. Римлянам 6 глава, что чрезводное крещение мы освобождены от греха, не связаны с грехом. Теперь мы можем жить святой жизнью. Грех не господствует над нами, потому что мы не под законом, но под благодатью. Целая глава говорит о свободе от греха. И это начинается с крещения. И когда я открыл это, тогда внезапно я был свободен. Больше никакого осуждения. Я был свободен от греха. Я не должен был идти и быть таким, о, я согрешил. Нет, я был свободен. В тот момент я был освобождён от греха. И я всё ещё свободен сегодня. Из-за того, что я свободен, из-за того, что я пережил свободу, я пережил уверенность перед Богом. Потому что я не постыжен, я свободен от греха. Многие не пережили этого, потому что они не крещены в воде, и они не знают, что делает крещение. Первые христиане знали, что это делает, и поэтому они переживали свободу от своих грехов, Свободу по отношению к Богу. И это так важно для того, чтобы прийти в сильную жизнь, о которой мы читаем в книге Деяний. И крещение Святым Духом тоже должно делать. Это не только говорение на языках. Говорение на языках это знак, но это не только говорение на языках. Это гораздо больше. Это не только сила евангелизировать, это гораздо больше. Святой Дух имеет дело с грехом в нашей жизни. Он создаст святую жизнь так, чтобы мы могли быть святы, так как Бог свят. И это тоже плод Святого Духа, выявить грех и показать Слово Божье, кто есть Иисус. Итак, мы можем сказать так. Люди это грешники, живущие в грехе. Затем они каются Богу, просят прощения за свои грехи. Они переживают, что они прощены, и Бог даёт им новое сердце. Затем они крестятся в Иисуса Христа. Прощай грех! Прощай старая природа! Прощай! Теперь я очищен! Теперь я новый! Всё ушло! Но вам также нужна сила, чтобы жить новой жизнью. Но Бог хочет работать в вашей жизни, очищать вас, продолжать работать в вас, чтобы вы могли продолжать быть святыми и святыми, так как Бог свят. И тогда приходит Святой Дух, так что мы можем жить святой жизнью, и Святой Дух начинает заниматься нашей жизнью. Вот почему это так важно. И вы можете видеть, что это гораздо больше, чем пригласить Иисуса в сердце, чтобы вы могли спастись. Я лишь хочу закончить, пройдясь по книге Деяний и посмотреть некоторые другие места, где люди получали спасение. Многие люди во многих местах Библии, в которых вы читаете, что толпа получила спасение. Три тысячи, пять тысяч. Вы видите всё это. Но также существуют места, где вы видите немного больше, и мы можем многому научиться из этих вещей. Книга Деяний, 8 глава. Филипп был в Самарии. Здесь вы читаете о вере. Слово вера находится здесь. И вы читаете, что Филипп был новичком вере. Он был тем, кто помогал со столами, но из-за гонений он был в Самарии, и он увидел пробуждение. Он не знал всего о Святом Духе. Он был новичком вначале. Поэтому, когда он увидел, что люди получили спасение, он немедленно крестил их в Иисуса Христа. Немедленно. Но из-за того, что он не молился, чтобы люди получили Святого Духа, пришли ученики и возложили руки на них, и они получили Святого Духа. Я крестил многих, многих, многих людей Святым Духом. И я, подобно апостолам, встречаю сегодня людей, которые не имеют полноты Божьей. У них было покаяние, крещение в воде, и они не имеют полноты. Вот почему мы такие же, как в книге Деяний, 8 главе. Нам нужно прийти людям и возложить свои руки на них, чтобы они могли принять Святого Духа. То, что вы можете видеть здесь, интересно. Там был парень по имени Симон. Он увидел, что Святой Дух давался через возложение рук апостолов. Как он видел это? И как апостолы знали, что люди получили Святого Духа? Потому что всегда существует знак, когда люди получают Святой Дух, и этот знак говорения на языках и пророчествования. Это всегда знак. Они открывали свой рот, и что-то выходило наружу. В книге Деяний вы читаете вначале, что они говорили на других языках, так что понимали их. Это мы не часто делаем, но в книге Деяний вначале было очень особено, потому что в тот момент там в Израиле были люди из разных стран, и Бог хотел показать, что крещение Святым Духом имеет дело также с проповедью Евангелия. Я крестил женщину Святым Духом две недели назад, и она пережила, как Святой Дух сошёл на неё, и она начала говорить на личном языке. И внезапно она заговорила на другом языке, я мог слышать все предложения, и всё, целый язык. Затем она вышла, опять говоря на языках, личных языках, и она поклонялась Богу, и это было очень сильно. Но часто личные языки это то, что зачастую испытывают люди. И это для всех. Личные языки это для всех. Но говорение на иностранном языке это разновидность языков, но побольше об этом позднее. Но из-за наших очков традиции многие не понимают, что существуют различные виды языков. Существуют различные виды языков. Поэтому многие люди говорят. Не все говорят на языках. И затем верят, что это для всех видов языков. Но это не так. Книга Деяний. Филипп затем продолжил в главе восьмой и повстречал Евнуха. То, что вы должны увидеть здесь, интересно. То, что вы должны увидеть здесь, это что вы не читаете здесь, что Филипп проповедовал Евнуху. Но вы читаете его ответ. Его ответ был. Вот вода. Могу ли окреститься? Итак, из-за его ответа вы знаете, что он проповедовал крещение в воде. Я задам вам вопрос. Вы были на многих собраниях, я полагаю. На многих собраниях, где проповедник проповедовал и делился Евангелием. На скольких собраниях, на которых вы были, они проповедовали Евангелие так, чтобы люди ответили на это Евангелие, говоря, я хочу креститься. Большинство людей сегодня никогда не слышали истинной проповеди Евангелия. Они никогда не были на собрании, где кто-то проповедовал Евангелие так же, как проповедовал Филипп. Где люди отвечали на Евангелие, могу ли я креститься? Но всякие, кто говорил Евангелие в книге Деяний, говорили Евангелие так, что ответ людей был такой, могу ли я креститься? Никто не говорил Евангелие так, чтобы люди пригласили Иисуса в своё сердце или просто покаялись без крещения. Нет, крещение было дверью в новую жизнь. Итак, вы должны спросить себя об этом. Проповедуя ли я Евангелие, если люди не отвечают так же, как ответил Евнух, могу ли я креститься? Так же, как ответили люди Петру, когда три тысячи крестились в один день. Итак, мы можем многому научиться, глядя на книгу Деяний. В главе 9 вы можете прочитать о Павле. Как Павел или Савву получил спасение. И опять вы читаете что-то интересное здесь, что опять же, он крестился посреди ночи. Вы не читаете о вере, но там была вера. Почему? Потому что он крестился, и он получил Святого Духа. Вы не читаете об этом, но читаете, что Анания пришёл и сказал, я возложу руки на тебя, и ты получишь Святого Духа. В книге Деяний, глава 10 вы можете прочитать о Петре в доме Корнилия. Здесь интересно то, что вы можете видеть, что они сначала получили Святого Духа. И как они узнали это? Потому что они говорили на языках и поклонялись Богу. Итак, опять там был знак, что они получили Святого Духа. И знак был говорений на языках. Всегда существует знак. И затем он сказал, хорошо, если они получили Святого Духа, как и мы, что препятствует им креститься? Я крестил детей. Что? Нет, я не верю в крещение младенцев, потому что это не по-библейски. Но я молился за детей 10, 11, 12 и 7 лет, которые были крещены Святым Духом и начали говорить на языках, если они получили Святого Духа, как и мы, что препятствует им креститься. Итак, Святой Дух каким-то образом является знаком. И там вы увидели, что Святой Дух был излит на них прежде, чем они крестились. Если я стою перед людьми, и я не уверен, понимают ли они сегодня всё Евангелие, то что я зачастую делаю, это молюсь за них. И если они получают Святой Дух, это знак, что Бог принял их. Если Бог принял их, я крещу их. Итак, это было то, что вы читаете здесь. Итак, это не всегда должно быть крещение в воде, а затем получение Святого Духа, но очень часто это так. Особенно с религиозными людьми, которые имеют литеранское или католическое окружение. Они видят, что хорошо сначала креститься, тогда они ломают свои традиции, и затем для них легче получить Святой Дух. Глава 16. Павел и Сила в тюрьме. Вы читаете, что он спрашивает, что нам делать, чтобы спастись? И они отвечают, веруй в Господа Иисуса, и спасёшься ты и весь дом твой. Многие люди... Но мы должны объяснить, что значит верить в Иисуса. Итак, они пошли к нему домой и объяснили, что это значит, и все крестились в ту же ночь. Опять их ответ на Евангелие было то, что они крестились в воде, и я верю, они были крещены Святым Духом. Итак, это то, что мы читаем в Евангелии. Я собираюсь взять последнее место, в котором вы увидите, это очень ясно, и мы закончим с этим. Книга Деяний, 19 глава, вы можете прочитать о Павле, как он пришёл в Ефес. И это интересно, потому что мы читаем, что Павел пришёл в Ефес, и он нашёл нескольких учеников. Что это значит? Что значит нескольких христиан, кого-то, кто верил в Иисуса? Но, подобно другим людям по истории, они не знали полноты Божьей. Они покаялись, они верили в Иисуса, но они не приняли крещение. И это было так важно, что Павел пришёл туда и сделал это с ними. Он сказал, вы получили Духа Святого, когда вы уверовали. И для многих христиан сегодня это забавный вопрос, потому что многие сегодня учат, что если ты веришь, ты имеешь Святого Духа. Но существует различие между верой и спасением при помощи Святого Духа и крещением Святым Духом. Если вы покаялись, это при помощи Святого Духа, да, но вам всё ещё нужно креститься Святым Духом. Подобно Иисусу, когда Он воскрес , Он пришёл к Своим ученикам, Он дунул на них, получите Святого Духа. Там они получили Святого Духа. В Иоанна 20.20. Потому что там Иисус воскрес из мёртвых и дал им Святого Духа. Но позднее Он сказал тем же людям, оставайтесь в городе, пока вы не получите силу свыше. Потому что недостаточно лишь получить спасение при помощи Святого Духа, вы должны быть крещены Святым Духом. И они сказали, мы не слышали о Святом Духе. И здесь вот так, в этой церкви, и в этой церкви, и в этой динаминации, и в этой динаминации. Потому что сегодня существует много людей, которые не знают о Святом Духе. И Он сказал им, так во что же вы крестились? И они крестились только в Иоанна, крещение покаяния, о котором вы читаете в Евангелии. Павел сказал, Иоанн крестил в воде в покаянии, но он сказал, чтобы люди верили в того, кто придёт после Иисуса Христа. И когда они услышали это, они крестились во имя Иисуса Христа. Итак, они крестились во имя Иисуса Христа. И когда Павел возложил свои руки на них, они получили крещение, и Святой Дух сошёл на них, и они говорили на языках. Итак, они крестились Святым Духом. У многих-многих людей в церкви, как у людей в Ефесе, у них есть только покаяние, у них нет правильного крещения. Мы говорим о людях в Литеранской церкви, Католической церкви и других церквях, у них нет крещения. Существует много людей в других церквях, которые не имеют крещения Святым Духом. Мой вопрос к вам. На каком основании вы собираетесь строить? Многие однажды станут перед Богом, и Он скажет, «Уйдите, я не знаю вас. Я действительно не знаю вас близко». Вы живете в тихо. Вы станете перед Иисусом, не перед Лютером, не перед Иоанном Крестителем, не перед методистами, братьями Уэсли. Вы не будете стоять перед Муди, или Финеем, или Сперджином, или какими-то другими людьми. Вы не будете стоять перед Эваном Робертсом. Вы будете стоять перед Иисусом Христом. На каком основании вы строите? Вы строите на ваших религиозных коробках? Или вы строите на Слове Божьем? И это трудно для многих людей, потому что существует много людей внутри каждой из этих коробок, которые позади меня, которые, я верю, знают истину, но они боятся быть послушными истине. Потому что что это будет стоить им? Их позиции, друзей, семьи. Для некоторых пасторов это будет стоить им всего. И потому они обмануты, потому что они доверяют системе больше, чем Слову Божьему. Вы должны решить, кого вы исповедуете Господом. Римлянам 10.9 говорит, исповедуй Иисуса Господом. Это не молитва грешника. Он сказал это евреям. Существало много оппозиций, и люди в то время хотели вернуть их назад, к еврейской вере. И они должны понять, чего они хотят. Хотят ли они обрезать себя и вернуться к этому, или они хотят, чтобы их головы были сняты. И поэтому он написал, исповедуй Иисуса Господом. Итак, это то, что будет стоить тебе всего, это будет стоить тебе всей твоей жизни. Но если ты исповедуешь Иисуса Господом, делай то, что Он говорит, и ты будешь спасён. И я хочу сказать вам, вам нужно исповедовать Иисуса Господом. Не важно, что говорят люди вокруг вас, не важно, что говорит система, вам нужно исповедовать Иисуса Господом. Вам нужно покаяться в своих грехах, вам нужно креститься в воде, под воду, опять вверх, по своей вере. Это погружение, это означает под водой, это не побрызгать водой. Побрызгать водой это не крещение. И вам нужно получить Святого Духа. И всегда существует знак, когда вы получаете Святого Духа. Я знаю, что существуют люди, которые получили Святого Духа, которые наполнились, но они не говорят на языках, но им просто надо понять, как работает Святой Дух, и затем им нужно использовать дар, который они уже имеют. Я поговорю об этом, когда я буду говорить о Святом Духе. Итак, это то, что я хочу сказать. Я также хочу сказать вам, тем, кто проповедует Евангелие. Если вы хотите быть верными, вам нужно проповедовать Евангелие, где вы проповедуете о покаянии в грехах Богу. Крещение в Иисуса Христа и получение Святого Духа. Что мы делаем сегодня? Мы делаем всё в тот же день. Люди приходят, садятся. Я делюсь Евангелем. Они каются, они крестятся в воде, они получают Святого Духа. Всё в тот же самый день. Важная вещь, являются ли люди действительно спасёнными? Вот чем я хотел поделиться. Теперь, если у вас нет этих вещей, получите их, получите. Найдите кого-то, кто может крестить вас, найдите кого-то, кто может помолиться за вас, чтобы вы получили Святого Духа. Часто он приходит через возложение рук других людей. Так же вы сами можете помолиться и получить его. Это важно. Он вам нужен. И важно, чтобы вы делились верным Евангелием. В следующий раз я собираюсь поговорить о покаянии. Затем я собираюсь поговорить о крещении в воде. И затем я собираюсь поговорить о крещении Святым Духом. Я также собираюсь выделить время, чтобы показать, как я делюсь Евангелием с этими вещами. Возможно, я покажу это вместе с другими вещами, я ещё не знаю. Но это то, чем я собираюсь поделиться. У вас есть вопросы об этом уроке? Тогда приходите с этими вопросами, и затем я отвечу на них на следующих трёх-четырёх уроках. Я собираюсь сейчас помолиться молитвой, и затем моя жена опять споёт песню. Слушайте песню моей жены, и пусть Святой Дух коснётся вас. Боже, я благодарю Тебя за этот урок, я благодарю Тебя за всё, что Ты делаешь. Боже, я молю Тебя, чтобы это вернулось назад в церковь. Мы собираемся строить на верном основании, с покаянием, крещением в воде и получением Святого Духа. Боже, пусть этот урок выйдет и освободит людей. Освободит людей от всякого обмана, в котором они живут. Освободит людей, чтобы делиться правильным Евангелием, независимо от того, что делают люди вокруг них. Боже, используй этот урок, и я молю Тебя, чтобы Ты сейчас использовал песню моей жены, песню Лины. Касайся людей через эту песню, через эти слова. Во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Бог! Жизг, Славе Бог, кто-то took от сена и с сейс. Жизг, Славе Бог, кто-то took от сена и с сейс. Субтитры сделал DimaTorzok Jesus, Lamb of God, who took all sin and shame Jesus, Lamb of God, who took my sin and shame You died instead of me You took that punishment that belonged to me You took my sickness at the cross At the cross you took my suffering I worship you Jesus, you gained a final victory Jesus, I worship you The power of darkness you defeated forever Jesus, thank you Jesus God is calling you Today Give your life to Him Let Him cleanse you now And set you free Then your song can be You died instead of me You took that punishment that belonged to me You took my sickness at the cross At the cross you took my suffering I worship you Oh, Jesus Jesus, you gained a final victory Jesus, I worship you The power of darkness you defeated forever 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 Oh, thank you Jesus You died instead of me Oh, thank you Jesus I thank you Jesus You took my punishment Oh, you took my suffering Oh, you took my suffering Jesus I worship you Oh, I worship you Oh, I worship you Jesus Thank you Jesus Thank you Jesus for the cross Thank you Jesus Oh, thank you Jesus I worship you You died instead of me You died instead of me You died instead of me I thank you Jesus You died instead of me Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok